Программу счастья, ребята, возьмите программу счастья. Я считаю, что каждый образованный человек один раз в жизни должен ее пройти просто, потому что она не просто дает, опять же, концепцию, она дает очень чисто практические такие навыки и результаты сразу налицо. И неважно, там потом люди будут этим заниматься или не будут, но уже есть вот это понимание, есть очень глубокие инсайты, которые в это время приходят. Там есть уникальные действительно техники, которые нельзя объяснить прямолинейной логикой, и очень много что происходит на уровне подсознания тоже. Кстати говоря, я знаю, что ты, ты же большая фан Тони Робинсона. Да, 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 да. Так вот, он дышит одну ту же технику, которую мы обучаем на... Правильно? Ты имеешь в виду то, что он делает вот эту технику, правильно? Техника... Я не знаю, как он ее, честно говоря, называет, потому что я видела видео, где он ее дышит, но техника, она называется там, это же все равно древняя техника югического дыхания, она называется там по-русски кузнечный меха или там bellow breast, когда он, не знаю, видела ли ты, люди сидят вот так и... Да, 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 да. Я сама тоже это довольно часто делаю. Да, вот эта техника, мы тоже ее обучаем, эта техника, кстати говоря, она сейчас очень-очень полезна. Вообще, если ты мне дашь вот такое отклонение... Слушай, а ты можешь ее показать? Да, я могу показать, я бы просто действительно с большой радостью поделилась, потому что она сейчас нам очень актуальна именно в тему ковида. Почему? Потому что она позволяет, обычно мы дышим только, как бы задействуем, особенно женщины, у них больше грудное дыхание, мы задействуем только треть своих легких. Если мы не делаем там каких-то физических упражнений или еще что-то интенсивное, там ничего не делаем. А эта техника, это дыхание буквально полторы-две минуты, но оно у нас позволяет заменить вообще полностью весь воздух легких, еще включая самый-самый низ как бы легких, нижней доли, там где есть такое местечко, которое называется остаточный воздух, который в общем-то почти у нас никогда не заменяется. Это первое. Поэтому и у нас в это время все альвеолы очень хорошо расширяются и сжимаются. То есть это хороший тренинг легких сейчас тоже. Да, 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 пожалуйста, пожалуйста, покажи, это будет очень интересно. Хорошо, тогда я должна сразу сказать, что это дыхание дышится обыкновенным простым дыханием, оно вдох идет через нос и выдох идет через нос. Оно, этим дыханием может, то есть это упражнение может делать каждый человек за исключением, то есть оно не такое безобидное для людей, у кого неконтролируемое высокое давление. Вот для них есть другая модификация этого упражнения и их к нему надо подводить более-менее плавно, потому что это дыхание приносит очень много энергии. И может в этот момент тоже подняться давление. Поэтому если мы сейчас с тобой здесь в общем-то скорректируем, да, с нормальным урегулированным давлением, поэтому я просто его тогда покажу. Это давление, это упражнение очень активное, поэтому перед ним всегда нужно тоже почистить нос, потому что могут произойти выбросы. Оно очень, кстати говоря, тоже помогает при насморке, потому что оно хорошо тоже очищает и пазухи, оно помогает быстро оздоравливаться. И это упражнение, в принципе, называется еще по-другому йоговское кофе, то есть оно приносит энергии, как три чашки выпитого кофе. Но в отличие от кофеина, ум при этом не остается, не становится ажиотированным, а ум остается очень спокойным и очень фокусированным. То есть у него такое двойное интересное, как бы противоположное свойство, с одной стороны оно приносит очень много энергии, а с другой стороны ум остается в спокойном состоянии. И в это время тоже очень хорошо принимать решение, потому что поднимается сила, но при этом остается как бы такое правильное, широкое видение ситуации, в которой мы находимся. Позовало, что чисто физически это простой вдох-выдох через нос, здесь нужно немножко движение руками. Позиция простая, спина прямая, подбородок параллельно полу, то есть он не опущен. Ты со мной будешь делать? Давай, давай, вот это же. И ты скажешь, какие у тебя ощущения, договорились? Да, да, да. Ты вот сейчас закроешь глазки, ты почувствуешь, как ты себя сейчас чувствуешь, а потом ты расскажешь, как ты чувствуешь себя после этого упражнения. Итак, мы сначала сделаем обыкновенный простой вдох и простой выдох. Наши кулачки на уровне наших плеч, не сильно зажатые кулачки, но локти близко к грудной клетке. И на вдохе мы резко выбросим руки вверх, причем руки будут полностью выпрямлены в локтях, и руки будут выброшены параллельно позвоночнику. То есть они идут очень-очень вот ровно вверх, они идут абсолютно ровно. И ладошка вот так раскрывается, то есть пальчики раскрываются, как будто я хочу схватить много-много воздуха. А когда потом руки падают, они падают, мы их не контролируем. То есть они сами падают под своей силой тяжести, гравитации, и мы почувствуем такой форсированный выдох, потому что они немножко заденут нашу грудную клетку, то есть они как бы немножко подтолкнут воздух на выдохе. Ну вот. Итак, вообще нормально все дыхательные упражнения действительно делаются с закрытыми глазами, чтобы все внимание уходило вовнутрь, но здесь мы, я не знаю, на камере, ну давай сделаем с закрытыми тоже глазами. Итак, приятный вдох, приятный выдох, и теперь вместе активно вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Можно расслабиться, расслабим руки, перейдем на обыкновенное дыхание. Полностью осознаем свои ощущения, ощущения в теле, сердцебиение, дыхание, и ощущения в своей голове. Где наш ум, что с нашими мыслями, какие эмоции. И очень медленно можно открыть свои глаза. Расскажи, вот как ты себя чувствуешь, поменьшими кролями и бьюерстом. Очень здорово, энергия действительно прибавляется, тем более, что мы уже с тобой почти два часа сидим разговариваем, да, и в этот момент, когда не двигаешься, ты хочешь поделать больше энергии. Я бы сказала бы, действительно, прибавляется такая ясность ума и спокойствие, я бы сказала бы даже. Интересно, вроде бы энергия прибавляется с одной стороны, а с другой стороны какое-то внутреннее спокойствие. У Тони Робинса есть такое упражнение, как называется прайминг, он советует его делать с утра, минут 10 приходит, приблизительно таким же образом. И там по 30 раз, насколько я помню, по 30 раз можно делать, поднимать руки, опускать и концентрироваться на какой-то своей цели или на каких-то своих целях, которые хочешь достичь, например, в течение этого года или сегодня, что ты хочешь сделать. И это помогает еще идти к целям. Помогает, ты говорила по поводу того, что ты воин, это помогает, насколько я понимаю, смело к целям. Да, это упражнение очень активно, оно действительно дышится, мы тоже делаем, но не 30 раз, а вот круг, вот мы с тобой сделали один круг, да, в круге делается около 20 вдохов-выдохов, 20-25. И между кругом мы советуем где-то минут, секунд, 15-20 отдых, и потом второй круг, и так делается три круга. Да, 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 он тоже такой, то есть получается... Мы делаем три круга, мы сделали с тобой один круг. Ну вот разница в том, что мы не говорим тебе, на чем концентрироваться, потому что, в принципе, ты в общем-то в процессе своего дыхания сам по себе, и у тебя ум всегда придет в настоящий момент, потому что ум привязан к вдоху-выдоху, и это как раз-то одно из тоже прелестей дыхательных упражнений, что твой ум всегда приходит в настоящий момент, и ты более... поэтому вот эта вот оценка, да, ясности ситуации тоже присутствует, потому что ты полностью сейчас 100% вот в своем осознании находишься в этом настоящем моменте. Но это упражнение действительно очень хорошо даже с точки зрения чистой нашей физиологии и тренировки наших легких. Вот так что, да, оно приносит много энергии и при этом ясности ума. Иногда люди говорят, что они даже открывают после него глаза, и типа они чуть-чуть начинают видеть предметы. Даже вот такое интересно бывает эффект. Да, да.